У меня также сегодня пришли встречи. Пожалуйста, сделайте сейчас, чтобы все телефоны замолчали на время нашей встречи. Спасибо большое. Итак, мы рады приветствовать вас на заключительном концепте фестиваля русской музыки имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И надо сказать, что этот фестиваль, который сегодня заканчивается нашей впечатленной встречей, он стал историческим значимым событием и для Самары, Самарской области, и, я думаю, для всей нашей России. На протяжении недели на различных площадках города прошли концерты, в программу которых вошли симфонические, вокальные и инцидентальные произведения Шостаковича и других русских владельцев 20-21 веков в исполнении солистов из Москвы, Петербурга, Монголии, Жигулевской, Тольятти, Сызры, Саратова и, конечно же, Самары. Также в публичной библиотеке с успехом прошел образовательный проект «Фикторий» говорил о Шостаковиче. Я думаю, что вы тоже многие были участниками этого проекта. И, вы знаете, очень приятно, что появились молодые люди, которые дают подвиг нашему старшему аккорению. И сам фестиваль организаторов посвятили не только Дмитрию Шостаковичу, но и всем русским композиторам, которые жили и творили в его эпоху. И это очень важно, потому что, наверное, музыка все больше и больше заполняет наше пространство. И это прекрасно. Вы знаете, особые слова хочется рассказать в адрес организаторов. Организатором и художественным руководителем стал молодой солистец Большого театра Валерий Макаров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Красивый опыт этого весела стал, так удобство, но и убавитель о арганизации без spinning. Если представить, какой округлый труд стоит за всех этим. Гранд на проведение международного фестиваля музыки имени Шостаковича Валерий Бекров на всероссийском образовательном форуме «Метаприда». И вот этот фестиваль, он вынашивал. Он все сделан для того, чтобы он состоялся. И, конечно, ему аплодисменты. Конечно же, для нас с вами оказалась прекрасная возможность услышать, по-моему, лучший голос в России. И великие произведения, что становится источником новой, новой силы, музыкальной жизни на самарской земле. И сегодня мы хотим поблагодарить всех тех, без того, просто вот фестиваль не состоялся. И давайте я буду это называть, а вы благодарите с вами в этом году. Центр творческих инициатив «Роскульт». И благодаря вам, что мы делаем в фестивале «Роскульт-Самары». Благодарите всем Елены Абрасцовой. Мы благодарим Саварскому государственному гармонию для Центра удовольствия на руководителя, дирижера, народного артиста Российской Федерации Михаила Абрасова. Мы благодарим словам и благодарности мадрес коллектива Саварского государственного Института культуры и искусств. Спасибо музею Матера. И, конечно же, слова благодарности областному художественному музею, где сегодня состоится концерт «За прития в Северном». Сегодня я открою вашего царя вокальный цикл Дмитрия Жестаковича из еврейской народной поэзии, которая уже давно не исполнилась в Саваре. Этот цикл написал Жестакович в 1948 году. В ответ на удар, который был нанесен ему властью, дело в том, что в это время музыка Жестаковича была запрещена исполнению в стране. И вот это у Завицы и пишет то, что хочет. Он пишет самое мрачное произведение в своей жизни. Это цикл оттуда самых сложных произведений для исполнения. Сегодня цикл из еврейской поэзии – это напоминание о том, что запретить великую музыку невозможно. Исполняют его лауреант журналистов Ирина Себялова, соединитель Самарского академического театра покры и балетная Анастасия Вечеркина и Валерий Макаров, куратор и концертмейстер цикла Татьяна Узук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! В первом романсе дети, смотрящие вдаль, словно прозревающие. Слепые девушки, разговаривающие с луною, возможно, обладающие не физическим, а иным зрением. Не мой мальчик, которого аромат, слышащий свой голос среди красных цветов среди росы и слышащий свой голос где-то очень далеко, может быть, в другом мире. В третьем романсе звучат несовы слова «Мир ты», «Вяз», «Ива», «Сердце». И постепенно, как будто сквозь завесу, просыпают не только красота и загадочность тишины, но и горечь, одиночество и, может быть, предчувствие ухода и растворения и величественной тишины. Экспертный прозвучит воспоминание солистики Самарского архитектурного театра «Обер-малета» Антония Табо, партия Афатемиана, Валентина Загатова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Аплодисменты. 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 еще одно сочинение самарского композитора Петра Дианкова. И надо сказать, что Петр начал сочинять седьмую еще в раннем тексте, и тогда он попал в класс композиции замечательного студента-педагога Алла Виноградова, которого мы сегодня приветствовали в этом зале. Сейчас Петр студент 4-го курса Московской государственной консерватории Ильиничниковского, классно-работного артиста России, профессора Александра Чемковского. И сегодня, конечно же, в багаже на нашего композитора Петра Дианкова очень много замечательной музыки и для портепианов, каменного, духового и символического оркестров. В 2017 году, который достоин звания лауреата первой кремии международного конкурса Байк из-за Светлослава Рихтера. У него много уже сейчас наград, которые мы вправе тоже можем гордиться, потому что он наш, он самарский. И вы знаете, тут уже у него фольклорианный квартет исполняется артист-оркестр Юлия Машинета «Новая Россия» в концертный зал в Сочи и Московской флорумии. Музыка Петра Диана с большим успехом исполняется в России и суркешон. АПЛОДИСМЕНТЫ Написаны на стихи Каллова Жанда и Арсения Жарковского. И посвящают они исполнение Юлии Марковой, вместе с Абраном, и Александры Дианковой, портепиановой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.